Перед нами работа Альберта Джекометти «Дворец в 4 часа утра». Мы в Музее современного искусства. Мне кажется очень интересным то, насколько вертикальные послевоенные работы Джекометти и насколько горизонтальные… — Довоенные. — Да. — В самой конструкции этого дома, которая выполнена из тонких палочек, чувствуется столько воздушности и хрупкости. Так и есть. Палочки действительно очень тонкие, и кажется, что они не очень аккуратно подогнаны. Такое впечатление, что домик построен на скорую руку. — Да. Он вообще похож на детскую поделку. — Вы правы. В этой работе чувствуется детскость, но также и некоторая сценичность. — Согласна. — Как будто перед нами разыгрывается некое представление. Определённо, «Дворец в 4 часа утра» — произведение о подсознании Джекометти о его снах. — Слева мы видим фигуру женщины. — Похожую на шахматную фигурку. — Она стоит очень вертикально. — Очень твёрда? — Да. — Прямо. И вообще выглядит многозначительно. — Возможно, это суперэго, решающее, что должен делать человек. Мне кажется, что на суперэго похожа и вон та фаллическая фигура. — А мне она показалась похожей на Оно. — Правда? Я увидела Оно в фигуре, похожей на птеродактиле, справа вверху. А ещё на суперэго похож вот этот эмбриональный позвоночник, справа внизу в чём-то вроде клетки. — Мы как будто в музее естественной истории. Я думаю, важно помнить, что в те годы французские сюрреалисты достаточно вольно толковали психоанализ и, в частности, соотносили его с первобытным прошлым. А именно, подсознание сопоставлялось с некой древней истиной. — Высшим знанием о роде людском. — О наших основных желаниях. — И инстинктах. — Верно. И вот перед нами эта сцена, на которой каждую ночь разыгрывает себя как спектакль подсознания Джакометти. А может быть, и наша. — Возможно, но всё это держится вместе на верёвках и клее. Думаю, это даёт точное представление о том, что происходит в подсознании. — Думаю, да. А изменчивость и гибкость этой конструкции наводят на мысль, что каждую ночь оно перестраивается заново, верно? — Думаю, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok